Друзья, всем привет! Сегодня мы посмотрим автомобили. БУ автомобилей, которые продает официальный дилер Рено и Лада в Республике Беларусь. Это, пожалуй, наверное, самая большая их площадка по продаже БУ автомобилей в городе Минске. Так что видео будет достаточно большим. Запасаемся, завариваем чай, кофе, делаем бутерброды, присаживаемся поудобней. И приятного просмотра! Друзья, ужасно сильный ветер. Боюсь, ветрозащита моя справится в голове. Так, это Рено Криос. 2,5. Бензин, конечно, 11. 171 лошадиная сила, полный привод. 66 900 белорусских рублей. Вот, если это, ребята, флагманы в линейке от Рено, которые представлены у нас в Беларуси, можно видеть на автоматической коробке передач, кожаный салон. Практически новый автомобиль, ребята, и состояние у него, в принципе, как у нового автомобиля, поэтому идем дальше. Рено Аркана уже появилась в БУшках на автоматической коробке передач, хорошая комплектация, кожаный салон. По деньгам 44,5 тысячи рублей за нее просят. Ребята, получается... Блин, не могу понять, где написано, бензин или дизель. В общем, 150 лошадиных сил. Могу предположить, что это бензин, полный привод. Полный... Так, 44 500, как я уже сказал, 7,5 тысяч пробега. Ну, опять же, состояние практически, как у нового автомобиля, особо тут даже без следов эксплуатации. Еще одна... Ну, нет, это Ребята, не Аркана, это Каптюр. 1,6, 114 лошадиных сил, передний привод, то есть неполноприводная версия. 2019 год, 8700 пробег, 36 тысяч белорусских рублей ровно. Еще один Каптюр, 2018 уже года, 11500 указан пробег, 29200 за нее просят. 1,6, я понимаю, ребята, все же это бензин, 114 лошадиных сил, передний привод. И еще один Каптюр, уже 2017 года, немножко постарше, 60000 пробег указан. Но это уже неплохая комплектация, двухлитровый, на 143 лошадиные силы, полноприводная версия, 27900 белорусских рублей. Давайте посмотрим, как выглядит он в салоне, хотя комплектация неплохая, но салон ткань, на автоматической коробке передач. Большое количество здесь автомобилей, ребят. Есть автомобили и постарше, сегодня все я вам их покажу. Так что заваривайте чай, кофе, присаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Еще один Каптюр. Также салон ткани, автоматическая коробка передач. 2019 год, 20000 указан пробег. 1,6, 114 лошадиных сил, передний привод, 34900 белорусских рублей. Да, ребят, здесь одни Каптюры. 2016 года Каптюр 1,6. Все-таки я думаю, что это, ребята, 1,6 бензин на 114 лошадиных сил. Передний привод, почти 30 тысяч километров пробега, 28700 белорусских рублей. Салон ткани, автоматическая коробка передач. Ну, ребят, большинство автомобилей бегло, посмотрим, потому что их здесь очень-очень много. Еще один Каптюр. 2017 года, но пробег уже побольше, 75 с копейками тысяч километров. 27600 белорусских рублей просят за данный автомобиль. На автоматической коробке передач салон ткани. Ну, а здесь уже, ребят, в ряд идут Рено Дастеры. 2016 года, двухлитровый. Двухлитровый, ребята, это бензин 100%, 143 лошадиные силы, полноприводный. Ну, смотрите, 2016 года, пробег в 200 тысяч километров. 100% оригинальный. 20,5 тысяч белорусских рублей просят за него. В хорошей комплектации, шестиступенчатая механика, кожаный салон. Ну, как обычно, ребята, можно видеть водительское сидение, у них тут болезнь. Я не знаю, как на камеру передает, треснута кожа. Но, опять же, это не кожа натуральная, а все автомобили бюджетные и среднебюджетные. У них идет салон цека кожи, кожезаменитель. Дастер 2018 года, 51 тысяча указана пробега, 31900 белорусских рублей. Тоже в хорошей комплектации, шестиступенчатая механика, кожаный салон в черном цвете. Ну, ребят, опять же, состояние визуально неплохое. Но уже смотреть, если для покупки рассматривать, уже надо более подробно рассматривать и смотреть техническое состояние. А вот, кстати, дастер в черном цвете на минимальной комплектации, ребят. Неокрашенные задние бампера. Можно видеть черные, черные вот эти вот пластиковые накладки на порогах. Салон ткань, механическая коробка передач. Неокрашенные зеркала. 1.6 на механике. Ну, он будет переднеприводный. 2015 года, 27 тысяч пробега, 16700. Здесь дастер. 2016 года, 60 тысяч пробега. 2 литра бензин, 143 лошадиные силы, полноприводный, 25600 белорусских рублей. Еще один дастер. 2016 год, 47 тысяч пробега. 21 900. Салон ткань. И дастеры закончились. Тут уже идут. Сандера, Сандера Степвей. 2017 год, 90 тысяч пробега, 18 тысяч белорусских рублей. 1.6 бензин, 113 лошадиных сил. Ну, привод, конечно же, передний, так как Сандера полноприводных просто-напросто не было. Еще один Сандера. 2017 год, 50 тысяч пробега, 19 900. На автоматической коробке передач, салон ткани. Все цены здесь, ребят, представлены в белорусских рублях. То есть, получается, курс... Курс у нас, если переводить в доллары, 2 рубля 10 копеек, грубо говоря, это курс одного доллара. Вот и сами можете посчитать, какая у вас валюта по соотношению к доллару. И узнать, будь то российский рубль или украинская гривна. 1.6 бензин Степвей 2016 года, 52 тысячи пробега, 19 100 белорусских рублей. Наверное, ребят, бегло тут давайте пробежимся, потому что очень много Сандер вот этих вот. Еще одна Сандера. 2018 год, 55 тысяч пробега, 1.6, 82 лошадиные силы, 19 400. Сандера 2017 года, 15 тысяч пробега, 1.6 бензин, 21 тысяча ровно. 2014 год, Сандера, 1.6 бензин, 18 500 с пробегом в 210 тысяч километров. Здесь Сандера 2018 года, 13 тысяч пробега, 1.6 на 113 лошадиных сил, 24 200. Здесь Сандера 2018 года, 15 тысяч указан пробег, 1.6 бензин на 113 лошадиных сил, 24 тысячи ровно. 2017 года, Сандера, 37 тысяч пробега, 1.6 бензин на 82 лошадиные силы, 19 400. Давайте, наверное, ребят, час мы их пропустим, пройдем сразу, наверное, немножко дальше, потому что очень здесь Сандер этих много. И вот, ребят, Лада, Лада Веста, 1.6, бензин на механике, 2016 год, 23 тысячи, пробег указан 16 600 белорусских рублей. Механическая, 5-ступенчатая коробка передач, салон ткань. Ну, ребят, если вот сразу в доллары переводить, как я уже сказал, это белорусские рубли, курс 1 доллара, 2 рубля, 10 копеек. То есть, 16 600, но это вот, грубо говоря, порядка 8 тысяч долларов получается. Здесь Рено Сандера 2017 года, 1.6 на 82 лошадиные силы бензиновые, почти 30 тысяч пробега, 15 800. Белорусских рублей стоимость. Еще один Сандера 2014 года, 1.6 бензин на 81 тысяча пробега, 14 тысяч белорусских рублей. То есть, ребят, меньше 7 тысяч долларов, если в доллары переводить, это 600, 6800 приблизительно. Здесь без цены Гранта стоит. Ребят, очень сильный ветер, поэтому прошу, конечно, прощения, ветрозащита на камере стоит, но она достаточно слабая, поэтому шумы ветра, скорее всего, вам слышны. Вот Гранта, почти новая, 2019 года, пробег, ребята, 1680 километров, 1.6 на 106 лошадиных сил, 19 100 белорусских рублей. Блин, ну, 9 тысяч там, даже больше 9 тысяч долларов получается стоимость. За почти новую Гранту, ну, с пробегом там, с тысячей километров, с небольшим пробег. И вот еще одна Лада Гранта. На пятиступенчатой механике, салон, ткань. А тоже, ребята, точно такая же. Ребят, смотрите, как под копирку, даже пробег один и тот же. 2019 год, 1680 пробег, 19 100. Все то же самое, только цвет отличается. Это серая такая, это темно. Ну, даже не знаю, такой цвет мокрого асфальта. И еще одна Лада Гранта. 2018 года, 2000 указан пробег. 18 200. 18 200 белорусских рублей. Ну, и сразу переходим на еще один ряд. Ребят, мы еще и половину машин не посмотрели. Поэтому еще нам много предстоит посмотреть сегодня. Вот еще одна Лада Гранта. 2019 года. Смотрите, опять пробег, как и у тех двух предыдущих. 1680 километров. 1.6 бензин, 106 лошадиных сил, 19 100 белорусских рублей. Так, как-то в нас солнце светит. Не очень, наверное, видно вам. Так, здесь Лада Гранта. Опять такой же пробег, 1680 километров. 1.6 бензин, 106 лошадиных сил, 19 100. Ну, здесь вот можно видеть еще, как я понимаю, один комплект резины в подарок. Не знаю, откуда они все такие с пробегом одинаковым. Тут можно видеть, еще три штуки стоит. Вот еще, наверное, это Гранта с таким же пробегом. Ради интереса, ребят, посмотрим. А нет, это уже 2018 года. 2000 пробег, 18 200. Блин, прям солнце светит у нас. Давайте попробуем вот так показывать. 19 100, 1680 пробег у нее. Ну, не знаю, такое ощущение, что у них все колонны ездили по одной машине. 19 100, и цена тоже одинаковая. Здесь Лада Гранта. 2019 года пробег почти 9 тысяч, 18 600. И вот, ребят, самая старая Гранта, которую мы сейчас посмотрим. 2012 года, 155 тысяч. Пробег указан 8 700. 8 700, это получается где-то 4 200. Ну да, где-то 4 200, получается, долларов цена за нее. Это седан. Лада Ларгус. Ларгус 2019 года. Почти 16 тысяч пробег. 1,6 на 106 лошадиных сил. 7 местный. 24 с половиной тысячи белорусских рублей. 3 ряда, ребят, сидений. Ну, кстати, достаточно такой интересный автомобиль. Пожалуй, из Лад, наверное, на Ларгус. Более еще, ну, более-менее относительный, конечно. Ну, опять же, автомобили до любителя. Лады уже, конечно, не те, что были раньше. Но, тем не менее, на любителя. Мне просто в целом Лады не очень нравится. Уже если Ладу, то лучше Рено. Но, опять же, это, ребят, сугубо мое мнение. Тут, в принципе, по надежности, что Рено, что Лада, я думаю, примерно на одном уровне будет. Еще один Ларгус 2018 года. 95 тысяч указан пробег. 19 тысяч 400 белорусских рублей. Ларгус 26 800 2019 года. Здесь Ларгус 26 800 2019 год. Тысяча пробега. Еще один Ларгус 26 200 2019 год. 5 копейками тысяч пробега. Ребят, прям вот солнце, прям в нас светит. Наверное, немножко засвечивает картинку. Здесь Ларгус 26 800 2019 год. Еще несколько штук их тут. 26 800 2019 год. 26 800 2019 год. Лада Веста. Лада Веста 2016 год. 50 тысяч пробега. 1,6 бензин. 17 800. С того, что бросается в глаза. На капоте несущественно, но три небольшие вмятинки. Ребят, чисто внешний осмотр беглый такой. Вот здесь можно видеть царапины, которые, скорее всего, не заполируются. Так, и здесь пошли Лады. Лада Веста Кросс. 2018 год. 42 тысячи пробега. 25 500 белорусских рублей. 1,8 бензин. 122 лошадиные силы. Здесь X-Ray. Лада X-Ray. 1,6 бензин на механике. 1,6. Ребят, 2016 год. 27 тысяч пробега. 19 200. Еще один X-Ray. 2018 года. 20 с небольшим тысяч пробега. 20 600 белорусских рублей. Салон ткань. Ну, здесь уже автоматическая коробка передачи. Лада X-Ray. 2019 год. 14 тысяч пробега. 22 100 белорусских рублей. Здесь X-Ray. 2018 года. 30 тысяч пробега. 20 200. Ну, кстати, сейчас ряд дойдем. Еще Рено. А там уже вот можно видеть другие марки автомобилей. и Ford'ы, и Nissan'ы вижу, и Toyota. В общем, посмотрим все. Здесь Sandero. Так, Stepway. 15 200 белорусских рублей. 2013 вроде год. Стекло запотевшее. Если честно, плохо видно. Здесь без цены. Еще один Stepway. 2013 год. 85 тысяч пробега. 1,6 бензин. 14 700. Здесь Stepway 2013 года. 114 тысяч указан. Пробег 14 500. Цены в белорусских рублях, ребят. И Логаны. Логаны пошли. Логан. 2018 год. 9 тысяч пробега. 1,6 бензин на 113 лошадиных сил. 23 300 белорусских рублей. Еще один Логан. В черном цвете. 23 400. 2018 года. Здесь без цены. Белый, ребят. Логан. 18 400. 2016 года. 30 тысяч пробег. Но пробег какой-то вообще ни о чем. За 4 года. Меньше 30 тысяч, грубо говоря, накрутили. 2016 год. 40 тысяч пробега. 18 с половиной. Здесь Логан. 18 200. 2016 года. Пробег 40 с копейками тысяч километров. Блин, одни Логаны, ребят. Ну, это и понятно, в принципе. Рено Лада. Это же все-таки БО автомобили от автосалона Рено Лада. 2017 год. Логан. 60 тысяч пробега. 18 тысяч ровно. Блин, опять солнце это вылезло. И светит. И светит прям в нас. Ну, осталось тут пару машин. Здесь Логан. 2016 года. 7 тысяч указан пробег. 17 200. Неужели с 2016 года он стоял, на нем не ездили? Ну, не знаю. Так, ребят. Здесь Opel Antara. 2012 год. Блин, пробег 40 тысяч указан. Ну, вот, да ладно. 3 литра бензина на автомате. 27 900 белорусских рублей. Кожаный салон еще в неплохом состоянии. Ну, это и понятно. В принципе, не сильно старый автомобиль. 2012 год. 8 лет. Может, даже еще нету. Здесь Volkswagen Polo. Polo-седан. Российские сборки. 2010 года. 140 тысяч указан пробег. 1,6 бензин. 12 200 белорусских рублей. Здесь BMW 7. А нет, ребят. Пятерка. Немножко я ошибся. 2,5 на автомате. Задний привод. Это и понятно. 192 тысячи пробега. 2008 год. 24 200 белорусских рублей. Здесь Volkswagen Passat B6 в универсале. В хорошей комплектации. 2008 года. 1,8 на автомате. 250 почти тысяч пробега. 15 200. Кожаный салон в отличном состоянии сохранился за 12 лет. А состояние кожи очень-очень на высоком уровне. Ну, здесь, ребят, насколько я знаю, кожа не кожезаменитель, а натуральная кожа. Здесь Deo Nexia 2012 год. 161 тысяча пробега. 4 400. То есть, чуть больше 2 тысяч долларов просят за данный автомобиль. Шкода. Шкода. Шкода Октавия 2011 год. 200 тысяч пробег. 1,4. Я так понимаю, бензин на механике. 14 600. Салон ткань. Здесь Toyota Aorus или Auris будет правильный, наверное, сказать. 2007 года. 200 тысяч указан пробег. 12 800. 12 800. На механической коробке передач. Салон ткань. Здесь, ребят, Logan старый. На механике. Салон ткань. 2014 года. 60 000 указан пробег. 12 100 белорусских рублей. Volkswagen Charan. 9 800 за него просят. 2000 год. 2 литра бензин. 350 000 пробег указан. Салон ткань. Механическая коробка передач. Opel Zafira первого поколения. 2003 год. 250 000 указан пробег. 2,2. На механике. 9 800. Здесь 2 лагуна. 2002 года. 1,9 дизель на механике. 330 000 пробег указан. 7 500 белорусских рублей. Салон велюр. Ну, кстати, по деньгам получается где-то 3 600, наверное, 3 500 долларов. Ford Focus. Фокус 2017 года. Фокус 2017 года. 44 000 указан пробег. 25 200 стоимость. 1,6. На автоматической коробке передач. Салон ткани. Еще один Focus. 2011 года. 160 000 указан пробег. 1,6 бензин, если я не ошибаюсь. Просто, ребята, на многих машинах здесь просто-напросто не написано. Бензин или дизель. 13 200 белорусских рублей. То есть, 6 200, 6 300 получается. Ну, сразу из косяков. То, что бросается в глаза. Это сильно посеченный передний бампер. Здесь вот протерто до металла. Здесь, ну, в общем, немножко такой, немножко уставший, ребят. Требующий косметического ремонта. Здесь Opel Mokka. 2013 года. 116 000 пробега. 1,4 бензин. 24 500 белорусских рублей. Хорошая комплектация. Салон комбинированный ткань кожи. Шестиступенчатая механика. Здесь Nissan Almera 2006 года. 205 000 пробег. Указан 1,5 бензин на механике. Салон ткань. 7 000 белорусских рублей ровно. Меньше, чем 3,5 тысячи долларов, ребят. Ну, из косяков, то, что бросается в глаза. Коррозия по переднему, по капоту, в общем. Ну, это, ребят, по трассе где-то машина ездила от сколов. Ничем их не защитили. И начал гнить капот. Ниссан Qashqai. Qashqai 2008 года. 240 почти тысяч пробега. 1,5. Дизель на 106 лошадиных сил. 16 000 белорусских рублей ровно. Салон ткань. Механическая коробка передач. Вот здесь ребят Megane продают. С комплектом зимней резины. Еще дополнительно на летней стоит. Еще вполне возможно, что еще с лета продается здесь. Автоматическая коробка передач. Салон ткань. 2011 года. 1,6. Есть бензин на автомате. 116 пробега. 113,200. Тоже то, что бросается в глаза. Это большое количество таких вот мелких сколов на капоте и на бампере. Также треснута одна фара передняя. Ну, на самом деле, тут если поискать, ребята, понятное дело, что автомобили бэушные. Есть тут такие следы эксплуатации, косячки какие-то мелкие. Но на любом автомобиле бэушном они будут. Где-то больше, где-то меньше. Здесь Toyota Versa 2005 года. 280,000 пробег. 2 литра на механике. 12,900. Skoda Romster 2008 года. 180,000 пробега. 1,2 бензин на механике. 9,900. Тоже можно видеть сколы на переднем бампере, которые уже перерастают в коррозию. Hyundai i30 2009 года. 230,000 пробега. 1,4 на механике. Салон ткань. 12,700. Kiosit. 2008 год. 1,4 на механике. 164,000 указан пробег. 11,600. Здесь, ребят, Megane 2. 2001 года. Ну, я не знаю, как 2. Раньше всегда называли рестайлинговый. Первый. Ну, пускай написано 2, значит 2. 2001 года. 1,9 дизель. Ух. Ну, с пробегом что-то здесь намудрили, ребята. Написано, что пробег здесь 3,108,000. 5,400 за него просят. 2,5, грубо говоря, тысячи долларов. Митсубиси лансер 2005 года. 200,000 пробега. 1,6. Салон велюр. 7,400. Ну, и, в принципе, уже не сильно много машин осталось. Сейчас все мы их, конечно, посмотрим. Здесь можно видеть Lada Granta 2017 года с пробегом в 33,000 километров 1,6. Бензин 15,200. Здесь еще одна Lada Granta 2019 года с пробегом в 1680 километров. Ребят, не могу понять, как может быть у машин. Наверное, машин всем здесь одинакового года и одинакового пробега. Ну, в общем, для меня это непонятно. 19,100 белорусских рублей. И еще одна Granta. Тоже с пробегом 1680 километров. 2019 год. 19,100. Так, ребята. Эти машины не продаются. Ну, вот еще у нас неполный ряд один остался. Сейчас покажу вам. Сузуки, ребят. Сузуки Лиана. 1,6 бензин на механике. 2001 год. 124 тысячи пробег. Ну, блин, не знаю. Ну, пробеги, ребят. Ну, бывает. Вот машины там. 2000, там, я не знаю. Пятых, шестых годов, десятых. Там, у которых пробег, ну, может быть такой. Ну, это одиночные машины. А здесь все повально. В общем, 6,5 тысяч белорусских рублей. 3000. Чуть больше 3000 долларов. Просят за данный автомобиль. Здесь стоит Kia. Kia. Так. Sorento, ребята. Спортеж, извините, уже со Соренто перепутал. Спортеж. Двухлитровая бензин. Механика. 96-й год. 250 тысяч пробега. 4,900. 4,900. Где-то 2,300, наверное. 2,300, грубо говоря. Ну, ребят, опять же, здесь косячков хватает. Коррозия, коррозия, еще раз коррозия. Но, опять же, что вы хотите за такие деньги? Здесь Astra 1,6. Бензин на механике. 2006-й год. 230 тысяч пробега. 9,900. Салон ткани. Здесь Logan. 14,900 2014 года. 101 тысяча указана пробега. 1,6 бензин на 82 лошадиные силы. Здесь Lada без ценников. А, ну, ребят, все. Да, получается все. Друзья, не забываем поставить под этим видео лайк. Написать свой комментарий. Огромная просьба, ребята, сделать репост. Я вас никогда не просил делать репосты. Но, тем не менее, чтобы побольше людей увидело данное видео. Огромная моя просьба сделать репост на это видео. Всем удачи на дорогах. Всем пока.